Не хотев сказать «не знаю, что это», по самомнению и самоугодию, они порицали Писание и естество вещей, и понимали их, как им казалось, а не по воле Божией, потому и обольстились и уклонились во все злое. Преподобный Петр Дамаскин. Уважение еретиков к Священному Писанию ложное, лицемерное. Что за уважение к Слову Божию, когда предоставлено каждому, как бы он порочен ни был, принимать и толковать произвольно? Конечно, в ереси вы не видите ни разбоя, ни воровства. Может быть, единственно, поэтому не считаете ее грехом? Тут отвергнут Сын Божий, тут отвергнут и похулен Дух Святой. Только принявший и содержащий учение богохульное, произносящий богохульство, не разбойничает, не крадет, даже делает добрые дела естества падшего. Он прекрасный человек. Как может Бог отказать ему в спасении? Вся причина последнего вашего недоумения, как и всех прочих, глубокое незнание христианства. Чтение еретических книг и внимание их по учениям – тяжкий грех против веры, грех ума, недугующего гордостью, и потому свергающего иго послушания Церкви, ищущего вольности, безумной, греховной. Святитель Игнатий Брянчанинов Святые отцы с Божией помощью очистили сердца от страстей, они и правильно знают волю Божию, открытую в Священном Писании. А те, у кого не очищено сердце от страстей, не могут правильно понимать его, и такие люди притыкаются на Святом Писании, уклоняются с правильного пути и идут в разные стороны. Святитель Игумен Иоанн Алексеев Они ссылаются на Писания, и этой своей дерзостью все время смущают многих. А как дело доходит до спора, тут они утомляют твердых, увлекают слабых, а тех, кто посредине, оставляют в сомнении. Значит, мы лишим их этого выгоднейшего положения, если не станем допускать никаким рассуждением о Писании. Вера наша обязана повиноваться апостолу, который запрещает входить в разыскание, обращать слух к новым голосам. Первое послание к Тимофею, глава 6 стихи с 3 по 5. Общаться с еретиком после одного вразумления, а не после прения. Послание к Титу, глава 3 стих 10. Он запретил споры, указав на вразумление, как на единственный повод общения с еретиками, и притом единократный, именно потому, что еретик не христианин, и дабы не оказалось, что его по христианскому обыкновению нужно наставлять и единожды, и дважды в присутствии двух или трех свидетелей. Еретика именно потому и нужно наставлять, что не следует вступать с ним в прение. Кроме того, прение с ним насчет Писания, очевидно, приведут только к порче желудка или мозга. Ведь эта ересь не признает некоторых книг Писания, а если какие признает, то не целиком, искажая их вставками и пропусками в угоду своему замыслу. А если кое-что сохраняется в целом виде, то и это искажается, будучи снабжено различными толкованиями. Превратный смысл настолько же противен истине, насколько испорченный текст. А если найдется такой, ради кого ты и вступишь в прение о Писании, дабы оградить его от сомнений, то обратится ли он к истине или, скорее, к ереси, смущенный тем, что ты нисколько не продвинулся в споре, ибо видит, что противная сторона одинаково искусна в отрицании и защите и ничуть не уступает, он покинет прение еще менее уверенным, не зная, что считать ересью. Стало быть, не следует взывать к Писанию, не следует состязаться там, где победы нет, либо она сомнительна, или же и то, и другое не ясно. Ведь если бы даже и не выходило, что в споре о Писании обе стороны равны, порядок вещей требовал прежде выяснить то, о чем теперь единственно приходится спорить. Кому присуща сама вера, кому принадлежит Писание, кем, через кого, когда и кому передано учение, которое делает людей христианами. Ибо там, где обнаружится истина учения и веры христианской, там и будет истина Писания, истина толкования и всего христианского предания. Пресвитер Тертулиан. Нельзя так заключать, поскольку такой-то о Христе Иисусе проповедует, то по тому самому истину возвещает. А следует проверять, правильно ли возвещает он истину о Христе Иисусе. У вас же там никто, кажется, не потрудился этого сделать, а все, как услышали из уст его сладчайшее имя Господа Спасителя, стали без разбора на его сторону, не подозревая, что сие поклоняемое имя есть в устах его прельщенного, затрава к уловлению простых в вере душ ваших. Не читали разве вы в Евангелии предостерегательных слов самого Господа? Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Евангелие от Матфея, глава 7 стих 15. «Вот пред тобою кусок хорошей материи, но приходит портной, знающий свое дело, выкраивает из нее и сшивает добрую одежду, а приди портной неумелый, он такую выкрает и сошьет одежду, что она ни от стыда не будет прикрывать, ни от погоды защищать, только материю испортит. Так и из Евангелия иной выкраивает такое учение, которое никуда не годно и не может вести к добру и учащего, и последующих ему». Святитель Феофан Затворник Вышенский. «Господь Иисус Христос сам ничего не писал, поэтому нет ничего легче, как по своему вкусу перетолковывать учение Христова и сочинять христианство, выдавая под этим названием свои собственные заблуждения. И много можно дивиться тому, как далеко заходят люди в своем истолковании христианства. Чего только не захотят они, тотчас все это и находят в Евангелии». Священномученик Иларион Троицкий, архиепископ Верейский.